Утром волонтер Александр вышел из дома для того, чтобы накормить наших подопечных в количестве 37 штук и обнаружил в траве какое-то непонятное шевеление. Там лежал маленький щенок, похожий на вчеренку, он был очень худенький и ослабленный, было понятно, что он болен. Малыша явно подкинули туда люди, потому что сам он даже не мог встать на лапки. Щеночка в этот же день отправили в ветклинику, там ему поставили диагноз вирусный энтерит, причем стадия очень тяжелая. Для нас это стало шоком, потому что после капельницы щеночка нужно было забирать обратно, а там 37 собачек, причем 7 из них маленькие щенки, которых мы еще не успели привить. Но бросить Ванечку, как мы его назвали, точнее Саша его назвал Ван Дамом, мы не могли. Вот куда бы он пошел в таком состоянии, понятное дело, что нужно было что-то придумать. Пока песика капали, Саша вышел на улицу подышать воздухом, и там его ждала новая находка. Буквально к ногам мужчины бросилась очень красивая собака, возможно это лайка, либо лайка, помешанная с маламутом. Саша начал осматривать собачку и с ужасом обнаружил у нее на подбородке жуткий абсцесс. Саше ничего не оставалось, кроме как взять собачку на поводок и привезти в ту же клинику. Ее назвали Ван Дой, и можно сказать, что встреча с Сашей оказалась для собачки решающей, потому как ей нужна была срочная операция. Таким образом, в этой клинике оказалось сразу два наших пациента. Один оперировался в одном кабинете, а рядом по соседству капался другой. В итоге все закончилось только в 4 часа утра. Малыша оставили на сутки в стационаре, а Ванда сразу же поехала к Саше, туда, где живут наши подопечные. Что касается Ванда, она хорошо перенесла операцию и вскоре встала на лапки. Но вот с Ванечкой все было очень плохо, состояние было критическим, мы не понимали, выживет он или нет. Вот, усиленно лечили обоих, и результат не заставил себя долго ждать. Ванданчик неожиданно для всех начал поправляться, у Ванды уже тоже шея получше, но лечение продолжается. Сейчас вы видите выписки из клиники, средств ушло немало, брались они из денег, которые предназначались на корм нашим животным. В общем, в нашем полку прибыло, поэтому будем благодарны за любую посильную помощь. Ну и традиционно я хочу обратить ваше внимание на этих чудесных собачек, которые пережили очень много боли и страданий. Им очень нужен дом. Даже если вы в другом городе, мы готовы привезти, мы находимся в Курске. По характеру они оба замечательные, Ванда очень ласковая, дружелюбная, умная собака. Малыш тоже очень хорошенький, забавный, веселый, но при этом интеллигентный парень. Возраст Ванды до года. Маленькому сейчас где-то 2,5 месяца. Маленькому сейчас где-то 2,5 месяца.